Но почему-то считается, что любой человек может идти и управлять большим количеством людей. Причем в таких ситуациях, когда каждое решение дорого стоит, это крупные компании, это партии целые. Как мы теперь знаем, поскольку человечество спятило целиком, то целые государства. Мы же это видим, я не знаю, я надеюсь, вы это видите тоже. Это не то, что у меня какая-то специальная лупа такая есть. У вас же это и нет ощущения, что психиатр нужен? По-моему, нужен. Поскольку у меня психиатров много знакомых, друзей, я готова посоветовать. Но никто особо не хочет. Вот я здесь показываю две книжки. На самом деле, это одна книжка. И наверху, вот плохо видно, темная, это ее издание английское. Эрлен Шрёдингер, Нобелевский лауреат по физике. Он написал книгу странную для физиков, чрезвычайно интересную. И она была очень быстро, она в 1944 году вышла в Англии. А в 1947 году она была переведена уже на русский язык. И вот ее издание тоже я сфотографировала. Что такое жизнь с точки зрения физики. Это очень интересно, что физик за это дело взялся. Кажется, особенно тогда. Вот сейчас так, это не так удивительно. Потому что все науки перемешались. И сейчас как раз никого не удивит, если физик будет так вопрос ставить. Но тогда это было очень странно. И вот он там пишет, что... Ну, я не буду зачитывать все, что там есть. Вы знаете, можно что прочесть. Но основная идея заключается в том, что мы должны стремиться к объединенному всеохватывающему знанию.